В России начались, похоже, совершенно невероятные события. Попытка военного переворота. Во всяком случае, похоже на то, что Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», пошел против власти. Разумеется, декларируя при этом на словах свою лояльность президенту Путину, он, похоже, пытается поднять военный мятеж. Я сейчас не буду говорить о том, с какими заявлениями Пригожин выступал буквально в последние несколько дней, причем было ощущение совершенно четкое, что идет эскалация напряженности в отношениях между Пригожиным и министром обороны Шойгу и начальником генерального штаба Герасимова. Но фактически напряжение росло между ним и верховной властью, потому что все, что он говорил, это было явной критикой, явным несогласием с последними заявлениями и оценками ситуации на фронте, которые давал верховный российский главнокомандующий президент Путин. Ну и в конце концов, сегодня прозвучало заявление Шойгу о том, что он требует возбудить уголовные дела против Герасимова и против Шойгу. А также он выступил с пространным заявлением, опубликовал видео, в котором заявил, что на самом деле вот все эти 8 лет с 2014 по 2022, когда шла так называемая гибридная война, или там, как язвительно принято говорить среди украинцев, когда домбили бомбас, на самом деле в так называемых ЛНР и ДНР, которые де-факто находились под контролем российских военных, так называемых их там нетом, под контролем спецслужб, все, что там происходило, это был сплошной беспредел, коррупция, воровство, распил бюджетов. И ради всего этого, утверждает Пригожин, справедливо, замечу, утверждает, все это и затевалось. И вот теперь Пригожин заявил, что якобы вооруженные силы Российской Федерации предательским образом подвергли ракетному обстрелу тыловые базы бойцов ЧВК «Вагнер», что среди них огромные потери и что сейчас мы пойдем мстить за убитых товарищей. При этом подробности такие. Пригожин заявляет, что нас 25 тысяч, и мы идем разбираться. Призывает военных не вмешиваться, сопротивления не оказывать, гражданским оставаться дома. Впрочем, препятствия на пути движения подразделений ЧВК «Вагнер» не создавать. Пригожин выступил также с заявлением, что Шойгу якобы сначала лично прибыл в Ростов для того, чтобы руководить вот этими ракетными обстрелами тыловых баз ЧВК «Вагнер», а потом предательски бежал и продолжает требовать наказания и ареста. При этом Пригожин заявляет, что ни много ни мало мы сейчас пойдем разберемся, накажем всех, кто виноват в провалах на фронте, с гибели тысяч российских солдат, наведем порядок, ну а затем вернемся и будем дальше воевать с Украиной и украинцами. При этом уже появились первые комментарии. Наблюдатели говорят, что либо действительно военные получили сверху приказ, скорее всего приказ от Владимира Путина разобраться и положить конец тому, что творит в последнее время Пригожин, закрыть, как говорится, этот гештальт, положить конец его самодеятельности, либо Пригожин действительно решил действовать на упреждение, понимая, что его ничего хорошего не ждет, и пытается реально поднять в России мятеж, совершить военный переворот. Во всяком случае, пресловутый Стрелков, Игорь Стрелков, он же Гиркин, да, герой, в кавычках, той самой первой чеченской, простите, первого этапа украинской войны, гибридной войны, которую Стрелков развязал сам своими руками на востоке Украины, вместе со своими приспешниками, который был первым, так называемым, министром обороны, так называемый ДНР, теперь говорит, что в стране происходит военный переворот, во всяком случае попытка военного переворота, и призывает президента вмешаться и положить этому конец, если, добавляя Стрелков, вообще президент в этой стране есть. Ну, мы знаем, что Стрелков это один из так называемых ныне рассерженных патриотов, которые справа, далеко справа критикуют Путина. И, вполне вероятно, в глубине души вынашивают сами планы его смещения, отстранения его от власти, мечтают о том, чтобы установить другую диктатуру в России, ту, которая была бы раз в 10 покруче, той, которую уже установил Путин. Я сейчас хочу посмотреть, какие у нас есть последние новости о происходящем, что там творится в России. Ну, если факты ударов по полевым лагерям ЧВК Вагнер подтвердятся, заявляет депутат Государственной Думы России некто Власов. Не имею чести с этим господином быть знакомым, но вот уже в этом заявлении, в его интонации звучит некая нотка сочувствия. И, кстати, многие наблюдатели, которые следят за происходящим, не применули напомнить, что по слухам, во всяком случае, такое мнение давно бытует и обсуждается весьма оживленно. И в пабликах разных, и в телеграм-каналах известных российских и зарубежных политологов есть достаточно много тех, кто сочувствует Примужину в его противостоянии, уже, можно сказать, затянувшемся противостоянии с Министерством обороны и с Шойгу, и с Герасимовым. Сейчас, судя по всему, мы наблюдаем вполне вероятно, если все это не фейк, если все это от начала до конца не фейк. Мы наблюдаем за, может быть, там решающим последним актом вот этой вот затянувшейся драмы. При этом надо сказать, что Министерство обороны России выступило с одним единственным заявлением официальным, что все это ложь, вранье, подлая провокация. Там надо другое было одно слово сказать, но я не решаюсь, что называется, публично использовать абсценную лексику, хотя ее стоило бы, наверное, здесь использовать. Ложь, вранье, подлая провокация, не верьте ничему, все идет по плану, как принято в последние месяцы говорить в России. И СВО, так называемое, идет по плану. Успокойтесь, это все ерунда, это все абсолютная выдумка. А вот выдумка это или нет, ну сейчас будем наблюдать, посмотрим. Кстати, возникает интересный вопрос. Вы помните, что американская пресса некоторое время назад сообщала, что вполне вероятно между Пригожиным и украинскими военными, прежде всего между Пригожиным и украинской военной разведкой, возможно, есть какие-то договоренности. Ну, эти заявления, которые прозвучали в публикациях американской прессы, повторяю, были, конечно же, с негодованием отвергнуты и опровергнуты воспоставленными представителями украинских властей, но, как справедливо заявляют многие наблюдатели, это обязанность во время войны и президента, и главнокомандующего, и начальника военной разведки, и министра обороны, и прочих высокопоставленных украинских руководителей брать и опровергать все, что говорится не в интересах Украины. Если угодно, хитрить и сообщать информацию, которая не соответствует действительности. В условиях войны это простительно. Ругать за это высокопоставленных украинских руководителей смешно. Вполне вероятно, что в какой-то момент, когда Пригожин начал выступать с разного рода анти-Шойгу, скажем так, не могу сказать, есть Шойгу, с заявлениями, направленными против Шойгу и против Герасимова, которые косвенным образом были направлены, хотел того Пригожин или не хотел, против самого Путина, вполне вероятно, что вот в этот момент и стали возникать какие-то связи, контакты, возможно, какие-то даже переговоры, прямо как с генералом Ульфом в 45-м году в Бернии. А что, вы считаете, что такое невозможно? Я сомневаюсь. Военных хунтов России не хватало, но по историческому опыту вполне закономерное развитие событий. Вы знаете, вот я это готов был бы прокомментировать. И прокомментировал бы я это примерно следующим образом. Вы знаете, есть такое расхожее мнение, что военного переворота в России быть не может. Что военные не имеют в России традиции вмешиваться в политику. Что армия не ощущает себя отдельной самостоятельной корпорацией со своими политическими и иными корпоративными интересами. Это на самом деле довольно спорное утверждение. Во-первых, на самом деле традиции-то существуют. Они на самом деле весьма древние. Стрельцы при Петре Первом пытались совершить переворот, отстранить царя от власти. Помните? Это конец 17-го, начало 18-го века, когда вот все эти вещи происходили. Ну, уже, конечно, не начало 18-го, конец 17-го века. Помните картину Сурикова «Утро стрелецкой казни»? Это же про это, да? Про то, как как раз тогдашние военные стрельцы, оплот престола пытались свергнуть царя-батюшку. Ну, а вообще весь 18-й век в России – это время дворцовых переворотов. Так что традиция есть. И попытка военного переворота, которую мы знаем 14 декабря 1825 года, выступление декабристов, восстание декабристов, которое оказалось разгромленным и неудачным, это же тоже попытка армии вмешаться в политику. А 17-й год? Давайте вспомним, что это была позиция военных, командующих фронтами, которые подтолкнули императора Николая II к отречению. Военные дали ему понять, что они не поддерживают жестких мер по подавлению выступлений, которые развернулись в Петрограде, которые привели к февральской революции. Позиция командующих фронтами была одной из решающих, одним из главных факторов, которые привели императора к решению оставить трон, отказаться от престола. Ну и, знаете, потом было много всего прощего. Даже история, кстати, до сих пор ведется на эту тему дискуссия. Как говорится, а был ли мальчик-то? А был ли Тухачевский и другие маршалы и генералы, которые были казнены во время репрессий 37-го, 40-го годов, были ли они действительно абсолютно невинно оклеветены? А может быть, они действительно все-таки, если не готовили, то помышляли о военном перевороте, вели хотя бы разговоры на эту тему, хотя бы, что называется, занимались первоначальным планированием? Да, ссылаются исследователи, которые читали дело Тухачевского на то, что там ничего подобного нет, но я не уверен в том, что в этом деле, в этом архивных документах отражено все, что было на самом деле. Отдельная тема. Ну и потом, давайте вспомним 50-е годы, давайте вспомним, какую роль Жуков и другие генералы и маршалы сыграли в отстранении от власти. Берия, какую потом Жуков, и опять-таки при поддержке других высокопоставленных военных, роль сыграл в 57-м году, когда Хрущевы пытались первый раз отстранить от власти его товарища по политбюро, по президиуму, точнее, тогда это называлось президиум ЦК КПСС, и только благодаря Жукову и его позиции, и логистической, кстати, его помощи, военными самолетами срочно перебрасывали внеочередной пленум ЦК членов Центрального комитета со всей страны, потому что решение отстранить Хрущеву от власти сначала принимал президиум, а потом это решение было опрокинут противоположными решениями пленума ЦК партии. И потом, ну, в конце концов, уместно вспомнить о 91-м годе. Армия, может быть, тогда не играла решающей самостоятельной роли в попытке государственного переворота 19 августа 1991 года, когда вот было объявлено о создании так называемого ГГЧП и о временном отстранении Горбачева от власти, который якобы не мог тогда исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Но все-таки тогдашний министр обороны маршал Язов входил в состав этого самого ГГЧП. И, кстати, сначала он туда вошел, а потом, после того, как встретил сопротивление со стороны своих подчиненных, со стороны командующих некоторыми родами войск, в том, прежде всего, авиации маршала Шапошникова и воздушно-десантных войск генерала Грачева. Собственно, после этого Язов принял решение, что он вводит войска из Москвы и, собственно, это и означало поражение путчистов. И в 1993 году, когда был кризис политический в Москве, когда столкнулись сторонники и противники Ельцина, Ельцины, тогдашний парламент, Верховный Совет, расстрел этого Верховного Совета, попытка мятежа в Москве, все это на самом деле тоже имело отношение к участию и неучастию армии в политике. Так что некоторые традиции все-таки существовали и, в конце концов, даже если их и не было, то рано или поздно в какой-то момент они могут появиться. Знаете, в истории стран были примеры, как военные были вне политики, вне политики, вне политики, а потом в какой-то момент в нее вмешивались. Вспомним Испанию, 1936 год, прошлый век, 1936 год, мятеж, который подняли испанские военные, который в итоге привел к тому, что во главе националистов стал генерал Франко, националисты выиграли гражданскую войну к 1939 году, и затем в Испании на многие десятилетия установился режим, диктаторский режим генерала Франко. До этого испанские военные хранили лояльность правительству, лояльность трону и в политику не вмешивались. Так что, может быть, на наших глазах сейчас может твориться история. Хотя я бы не торопился с выводами, я бы следил за развитием событий, я бы не исключал того, что вся эта ситуация синсоциализирована в некотором смысле, что она раздута. Будем смотреть, как дальше развиваются события. Вот, наконец, первая реакция высших властей. Путинский пресс-секретарь Песков заявляет, что президент проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все нужные меры, заявляет кремлевский пресс-секретарь. Ну, интересно, о каких мерах здесь идет речь-то? И в каком смысле он проинформирован? Это Путин позитивно проинформирован, отрицательно? На чьей он стороне в этом конфликте? Мы же видели, что на протяжении многих месяцев, пока длился этот конфликт, Путин ничьей стороны не занимал. И только вот под самый конец выяснилось, что все-таки, судя по всему, он на стороне армии, на стороне Министерства обороны, потому что он, в принципе, поддержал требования Шойгу и Герасимова, чтобы военнослужащие ЧВК Вагнер заключали контракты Министерства обороны и, соответственно, переходили, по сути, под начало этих самых Герасимова и Шойгу, против чего категорически сопротивлялся лидер ЧВК Вагнер Пригожин, неоднократно заявлявший, что мои бойцы не будут никаких контрактов с Министерства обороны заключать. Кто-то из блогеров пишет «Пришло время звонков из высоких кабинетов. Возможно, вышеписанная история является провокацией. Внутренняя смута сейчас способна привести к военной катастрофе. Будьте верны присяге гражданина России, будьте верны присяге советской армии». Господи, а при чем здесь советская армия? Это кто-то пишет на канале у того самого Игоря Стрелкова, о котором я уже упоминал. Ну, надо сказать, что и Стрелков, который находится в конфликтных отношениях с главой ЧВК Вагнер Пригожиным, и например, некоторые другие представители вот этого вот самого сообщества разгневанных или рассерженных или обеспокоенных, назовите как хотите, патриотов, при этом все они являются достаточно давними, открытыми критиками Путина, считают его слабаком, призывают к тому, чтобы вводить военное положение, войну против Украины вести значительно более жесткими, беспощадными, читай, бесчеловечными методами, выступают за то, чтобы объявить всеобщую мобилизацию, закрутить окончательно гайки, прекратить всякие интеллигентские Мерехлюндии, если они где-то еще остались, и сделав страну ощетинившимся оружием военным лагерем, продолжать войну до победного конца. При этом приходят сообщения из Ростова, кстати, они подтверждаются перехватами переговоров и переписки в социальных сетях между российскими военными, которые друг другу сообщают, что вот у нас уже идут разговоры о том, что будет приказ применить самые жесткие меры против бойцов ЧВК Вагнер, стрелять на поражение, и вот в Национальном антитеррористическом комитете, Национальный антитеррористический комитет, это, если мне память не изменяет, подразделение ФСБ России, так вот, утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, смотрите, не утверждения, которые распространяют Евгения Пригожина, а утверждения, которые распространяются от имени Евгения Пригожина. Маленькая деталь, но, возможно, в ней кроется дьявол, может быть, кто-то пытается, что называется, прикрыть Пригожину, сказать, что это не он, это какие-то злые люди распространяют разного рода фейки от его имени, а он белый и пушистый, и к этому отношения не имеет, так что ли? Во всяком случае, в связи с этими заявлениями ФСБ России возбудило уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Но по факту призыва можно возбудить дело, можно возбудить дело против человека, который фактически призвал к вооруженному мятежу. Вот интересно, посмотрим, что будет дальше. Требуем немедленно прекратить противоправные действия, заявляет вот этот самый ФСБшный национальный антитеррористический кабинет. Значит, какие-то противоправные действия имеют место. Возможно, вот эти 25 тысяч бойцов ЧВК «Вагдар», которые остаются верны своему командиру, имеется в виду Евгению Пригожину, может, они действительно идут там, то ли на Ростов, то ли на Москву. Очень интересно. Стрелков, опять-таки. Уж извините, что я цитирую человека, который приговорен как международный террорист судом в Гааге к пожизненному заключению за свое участие в уничтожении малазийского Боинга рейса MH17 в 2014 году. Это доказано в ходе судебного процесса. Но, в конце концов, на своем авторском канале я делаю то, что считаю возможным, что считаю позволительным. В конце концов, и Стрелков, и Пригожин, и Кадыров, и какие-то другие растерженные патриоты, они выступают порой в роли этаких мальчиков из сказки Андерсона про голого короля, которые говорят, что король-то голый. Иногда они режут правду-матку о том, что происходит в стране, что происходит на войне, что происходит в армии. И какие бы они ни были там подлецы, негодяи, преступники, но иногда они делают вольно или невольно полезную работу, рассказывают правду о том, что происходит. Вы возьмите, например, и сравните выступление Путина на днях, где, общаясь с кем-то в Кремле, отвечая на вопрос журналиста, по-моему, то ли Первого канала, то ли канала России, он начал в духе Гоголевского-Холистакова рассказывать про 35 тысяч одних курьеров, курьеры, курьеры, 35 тысяч одних курьеров, 245 танков уничтожено, а еще там 648 бронемашин разных моделей. И, ну, как говорится, дальше хоть стой, хоть падай. Я уже однажды говорил в одном из моих разговоров, в одном из моих публичных бесед на канале, что, господа хорошие, давайте вспомним, что во время величайшего в истории войн танкового сражения под Прохоровкой в 1943 году, во время битвы на Курской дуге, вот в величайшем сражении, которые вели танковые войска между собой, было уничтожено 300 немецких танков бойцами Красной Армии. А Путин говорит, что он почти столько же уничтожил. Здесь еще нужно сделать поправку на то, что, конечно же, в наше время танки значительно более совершенные используются, с очень высокими степенями защиты от разного рода поражающего противотанкового оружия. И разные виды защиты используются, и радиоэлектронная, и активная броня, и всякие другие штучки, всякие другие прибамбасы существуют. И современный танк, вроде того же немецкого «Леопарда», уничтожить гораздо сложнее, чем «Тигр» или «Пантеру» во времен Второй мировой войны. И, тем не менее, Путин на глубоком глазу рассказывает, что 245 танков подбили. И еще там почти 650 бронемашин разных моделей. Военные специалисты быстренько подсчитали, что речь идет о 900 с лишним танках и бронемашин. И это примерно столько же, сколько находится на вооружении в 7-8 бригадах украинских вооруженных сил. То есть Путин, когда вот все это вдохновенно излагал, вдохновенно врал в Кремле про эти, якобы достигнутые вооруженными силами России успехи на поле боя, он утверждал, что ему удалось, что под корень до последнего танка, до последней бронемашины, разгромить 7,5, если быть точным, 7,5 украинских бригад. Ну, это просто смешно. Особенно в современных условиях, когда есть средства аэрокосмической разведки, когда есть съемки с дронов, когда, что бы там кто ни говорил, как бы там ни запрещалось выкладывать соответствующие видео в социальные сети, мы каждый день видим, как утекает, айдей совершенно сознательно публикуется, видео с фронта, и если там было нечто подобное, сражение подпрофоровки, представьте себе, это должно быть уходящее до горизонта, куда глаз хватает поле, все вот это поле должно быть усеяно, подбитыми, сожженными, раскуроченными, там выведенными, и строят ранками и бронемашинами. Такое скрыть невозможно, но ни одной подобной фотографии, ни одного подобного видео нет, а вот, скажем, есть такая исследовательская независимая организация ОРИКС, которая с начала войны ведет по имеющимся в открытом доступе, по имеющимся в открытом доступе фото и видео информации по материалам, которые подтверждают потери сторон в боевой технике и вооружениях, они насчитали, что вот с 4 июня, как началось украинское наступление, за две с небольшим недели прошедших, с тех пор, по состоянию на 31-е, 25 танков, если я сейчас по памяти цитирую, 25 танков потеряли в СУ и 46 разных бронемашин. Но никак не 245 и не 648. А в ответ на все это, раздраженный, доведенный просто до иступления, до коления, находящийся едва ли не в панике, Пригожин начал рассказывать про то, что на самом деле ситуация тяжелейшая, что российская армия теряет захваченные территории, что потери тяжелые, которые составляют 50-60% личного состава, что вместо двух-трех бойцов, которые должны были держать оборону, ее держит, образно говоря, только один человек. Один человек не может справиться там, где нужно двое или трое бойцов, нужны пополнения, нет снарядов, как всегда, нет боеприпасов, нет гранат, нет других противотанковых средств. В общем, вот-вот потеряем Россию, буквально кричал Пригожин в своих вот этих аудиообращениях, которые распространялись в последние дни. И похоже, даже если он там немножечко, похоже, приврал, когда говорим, что вот в селе Садовое, которое находится над Токмаком, это в 20 километрах в глубине от линии боевого соприкосновения, в условиях нынешней войны 20 километров это глубокий тыл, потому что вы же видите, особенно те, кто внимательно следит за развитием боевых действий, знают, что в этой войне стороны продвигаются то на 50 метров, то на 100 метров, там продвижение на километр уже считается огромным достижением. А тут 20 километров от линии фронта, где якобы присутствуют уже войска ВСУ. И он говорил, что дай бог, что там какая-то случайная группа, 50-100 человека, а возможно, что это регулярные войска. Ну, здесь он, скорее всего, страху нагонял. А может быть, там сознательно сеял панику. Но факт тот, что в остальном, говоря о колоссальных трудностях, которые армия сталкивается в связи с наступлением вооруженных сил Украины, да, бои идут тяжелые, мы понимаем, что, да, украинские войска ведут тяжелые бои, наступательные, но тяжелые сталкиваются с ожесточенным сопротивлением оккупационных войск, но продвижение есть, продвижение есть на, во всяком случае, двух или трех участках фронта. Ну, и кроме того, каждый день приносят новые сообщения о том, что в тылу российских войск, российских оккупационных войск, то какой-нибудь склад, то командный пункт выводится из строя удар, в том числе ударами вот этих новых дальнобойных ракет, которые получены из Великобритании, Storm Shadow. Последняя информация, которая сегодня обсуждалась, особенно оживленная и горячо, это информация о том, что два моста, которые связывают Крым в районе Чангарских перешейков с континентальной частью Украины, там два моста были серьезным образом повреждены. Нельзя сказать, что разрушены, но повреждены настолько серьезно, что движение транспорта по ним невозможно, и рядом с этими двумя мостами уже военные навели понтонную переправу. Посмотрим, что будет с понтонной переправой. Ну, и кроме того, фактически там остался только один мост в другой части, в западной части Крыма, в районе Армянска, там вот есть еще один мост. Опять-таки, надо будет внимательно последить, а что с этим мостом будет. Ну, во всяком случае, очевидно, что тактика ВСУ, которая приносит свои плоды, направлена на то, чтобы выводить строя вот именно в этом районе, коммуникации, позволяющие обеспечить логистику для войск, находящихся непосредственно в Крыму, наносить удары по тыловым базам и пунктам управления. Субтитры создавал DimaTorzok